Всем привет! Меня зовут Анна Каферина, вы на моём канале YouTube. Я сегодня хочу поделиться с вами историей одного моего похода в магазин. Я как-то задумалась о том, что мне нужны ботинки зимние, и я решила себе купить ботинки модели хайкеры и начала их усиленно искать. Это началось где-то года полтора назад, когда хайкеры только начали входить в моду. Я начала их усиленно искать по всей Москве, что-то похожее, либо прям хайкеры, либо, может быть, трекинговые, но более городского формата. Но ничего у меня не находилось, потому что мне же нужно, чтобы всё сразу сложилось в одном, и цена, и качество, и визуальный ряд, и чтобы всё мне понравилось и срослось. И ботинки, которые мне нравились, были в каких-то супердорогих брендах и стоили там тысяч пятьдесят. Я считаю, что обувь не должна стоить столько денег. На пятьдесят тысяч можно съездить на неделю в отпуск куда-нибудь. Вот, поэтому, собственно, за такие деньги обувь я не готова покупать. Так вот, искала-искала я, и в какой-то момент я наткнулась на магазинчик грузинской обуви Цагарейли. Ссылку на них я оставлю в описании. Если вам понравится моя история и клиентоориентированность этого магазина, сможете воспользоваться. Сразу скажу, что это не реклама, это вот просто мой отзыв, потому что мне очень понравилась клиентоориентированность и сервис этого магазина. Так вот, я нашла в этом магазинчике, в аккаунте Инстаграм, нашла хакеры, которые мне очень понравились визуально, но цена на них 11 тысяч, и меня немного душила жаба, потому что их нельзя приехать, померить и купить, как обычно в магазинах, а нужно заказывать, потому что магазинчик шьёт обувь исключительно на заказ. У них есть там в шоуруме какие-то модели, но моего размера не было, поэтому было всё непонятно. Так вот, я ходила где-то с лета 20-го года, всё облизывалось на эти хакеры, и где-то в ноябре я всё-таки созрела, написала, значит, что я хочу вот такие хакеры, хочу их на меху, чтобы зимой ходить, и в конце ноября я себе заказала эти ботинки и счастливая, довольная ждала. Значит, через где-то полторы-две недели, собственно, как по срокам они обещали, привезли из Грузии хакеры, я приехала их мерить, и каково было же моё разочарование, что хакеры оказались не на меху на цигейке, как я заказывала, а на байке. В общем, те, кто шил на заводе, они что-то там перепутали, и, в общем, неправильные ботинки сшили. Вот, ребята сказали, очень извинились, угостили меня в качестве извинения сладостями грузинскими, сказали, что через полторы недели сделают и привезут новый заказ. Это должно было быть где-то в восьмых числах декабря 2020 года. Но, к сожалению, тоже тут не повезло, потому что были проблемы с поставками, вернее, с пропуском машины с товаром через русско-грузинскую границу, и, в общем, произошла задержка. Ребята сказали, ну, если хотите, вы можете забрать на байке. Я говорю, нет, слушайте, я мерзляка, и на байке мне не пойдёт, поэтому я вот очень хочу дождаться всё-таки своих, которые я заказывала, на меху. Он говорит, да-да-да, хорошо, там границу должны открыть где-то к концу декабря. И опять-таки извинились и сказали, что с нас сладкий подарок за просрочку. Я думаю, ну, ладно, слава богу, у меня есть русские валенки, и я буду пока ходить в валенках в холода. Ещё, правда, было не так холодно, как вот сейчас. Минус пятнадцать, минус двадцать. И, в общем-то, я ходила просто в таких, ну, на тонком, скажем, не супертёплом меху в своих старых зимних ботинках. Вот, и под Новый год я уже собираюсь ехать в отпуск в Прилбрусе, и к концу года они пишут, что, знаете, нам сказали, что вроде как границы должны быть перед самым Новым годом открыты, поэтому где-то в районе Рождества ваши ботиночки должны приехать. Я говорю, о, здорово, как раз я вернусь из отпуска и приеду заберу. Ну и, к сожалению, где-то там девятого или десятого числа ребята мне пишут, что, ну, к сожалению, будет ещё вот опять задержка. Я такая, ой, блин, какая фигня, обидная досанная, ну, что делать, как бы не по вашей вине, там, ну, конечно, косяк то, что сначала сшили на байке, а не на меху, иначе бы всё, ботинки были бы уже у меня. Ну, собственно, сейчас задержки все эти не по вине магазина, а вот так складываются обстоятельства. И я говорю, ну, ладно, буду ждать. Всё-таки я буду ждать, хочу свои на меху. И вот буквально сегодня 17 число, а 15 числа мне пишут магазинчик и говорят, слушайте, ну, доставку вроде как обещают быть у нас в магазине ваши ботиночки через неделю, вроде всё открыли, и там где-то в 20-30 числах января ботинки должны приехать. Говорит, ну, мы там в качестве изменения предлагаем вам забрать на байке, и когда приедут ваши на меху, у вас бонусом будет две пары ботинок, одни осенние и другие зимние. И тут, я думаю, вот это клиент-сервис. Я, естественно, поехала, забрала. Сейчас, кстати, я вам их покажу, потому что забрала их только сегодня, решила поделиться этим надземом. Вот один ботинок, это кожа, и внутри баечка, то есть, ну, это так прям, видно, да, видно, на баечке кожаные ботинки, сделанные на заказ, очень прям вот хайкеры-хайкеры, как мне нравится, на достаточно такой, ну, не супер толстый, но нормальной подошве, то есть, в принципе, если кто не мерзляка, можно и зимой ходить вполне. Вот, и, собственно, я поехала, забрала, и как только будет весна, начну ходить в них, потому что как раз мои байкер-бутсы уже так, не очень хорошо себя чувствуют, и я как раз думала, что на весну надо бы задуматься о том, чтобы купить какие-то такие грубые ботинки новые. А тут такой бонус, я думаю прям, о, это как раз то, что мне надо, и будут у меня две одинаковые пары обуви, хайкеры, одни осенние, другие зимние. В общем, я супер хэппи. Вот, в общем, к чему я, собственно, это видео решила записать? К тому, что не все магазины, даже я бы сказала, редко какой магазин настолько сильно идёт навстречу клиенту, пусть даже новому, как я, и вот готов там за свою ошибку даже две пары обуви выдать. Так что я теперь жду свои зимние и буду холить и лелеять свои осенние. Ни для кого не секрет, что я вообще в целом фанат Грузии. С тех пор, как в прошлом, в 2020 году два раза аж туда съездила в горы покататься. Сначала мы поехали в январе. Оставлю ссылку в описании на плейлист моей поездки в Грузию на машины. Съездила в январе покататься на сноуборде, и мне так понравилась Грузия, что в марте я поехала туда ещё раз на две недели. Я очень прониклась в Грузии грузинским народом. Хотела поехать в этом году на новогодние праздники, но, к сожалению, границы всё ещё закрыты в связи с пандемией, и ничего этого не случилось. Но как только границы откроют, я планирую съездить ещё раз в Грузию, вообще попутешествовать по Грузии, потому что, конечно, грузинский народ, он очень френдли, очень хорошо относится к русским людям, и в них очень большая человечность. То есть я абсолютно убеждена, что не только очень любовь, скажем так, и мысли на перспективу про своих клиентов обувного магазина, но и в целом просто отношение грузинок к людям, в принципе, такая вот какая-то доброжелательность, она настолько прослеживается вообще в целом в общении с этим народом, что именно отсюда вливается всё, всё отношение и вся моя любовь именно к этим людям, потому что немногие так делают. Сколько бы ни говорили на всяких разных курсах про продажи и всё остальное, что думайте в первую очередь о своём клиенте, большинство продажников и тех, кто продают свои работы и услуги, думают в первую очередь о себе и о какой-то своей прибыли. Но это же вот эта фальшь и видимость заботы о клиенте, она очень сильно прослеживается, и это чувствуется любым человеком, поэтому не работает так. А у грузин это, видимо, какая-то национальная черта, что они очень любят своих клиентов, друзей просто мимо проходящего человека, туриста и так далее, и поэтому всё время отдали какими-то маленькими приятными подарочками очень много делают комплиментов. Вот, например, когда я была в Сванетте и арендовала там жильё, мне там что в первый, что второй раз выдавали такую баночку со сванской солью, это там достопримечательность Сванетте, очень вкусная соль, она же приправа, она же на все случаи жизни для любого блюда, кроме сладкого, такая вкусняшка. Сладости, ну, в общем, всем-всё-всё-всем меня угощали, и это многие, конечно, говорят, да просто белая женщина и хотели к тебе как-то подкатить, но нет, потому что это делали и не только мужчины, но и женщины всячески мне помогали и ничего взамен не требовали. Поэтому рекомендую магазин Сагарелли не только с хайкерами, надеюсь, вы их не купите, потому что чтобы мы не ходили все в одинаковые обуви, но там много разной другой классной обуви, ну и вообще продукцию, привезенную из Грузии, продукцию грузинских производителей очень рекомендую, потому что сами на себе ощутите вот этот грузинский сервис. Ну и с вами была Анна Кафырина, подписывайся на мой канал, если было полезно, ставьте лайк, если вы знаете какие-то классные грузинские магазинчики, грузинские бренды, в которые можно приехать, что-то заказать. Буду рада, если вы поделитесь в комментариях с ссылками, потому что я, конечно, буду теперь искать грузинскую продукцию, если она будет попадаться, буду пользоваться, потому что отношения очень нравятся. С вами была Анна Кафырина, всем хорошего вечера, пока-пока.